МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Перед основным видео хочу сделать небольшую вставочку. Первое. 22-го декабря в клубе Мьюз в Москве пройдет отборочный тур фестиваля «Движок», где мы будем принимать участие. У кого будет желание и возможности, добро пожаловать! Ссылки на группу ВКонтакте и канал на Ютубе в описании. Переходите, смотрите, там будет более подробная информация. Второе, что я хотел сказать, по просьбе одного подписчика и выложим фотографию пряслица, найденного в одном из роликов. Было предположение, что это Дамангол. Поэтому кто что знает, у кого есть какая информация, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Любой информацией будем рады и действительно интересно. На этом, в общем-то, все, что я хотел сказать. Спасибо, что смотрите. Делитесь с друзьями, нам будет приятно. Переходим к основному видео. Доброе утро. Рад приветствовать всех. Дождались выходных, наконец-то, с нетерпением. Рванули в Подмосковье. В полном составе практически. Будем смотреть дороги лесные, гулять, дышать воздухом. Кормить не до конца померевших клещей, которые, к сожалению, попадаются, как вот в прошлых роликах. В Подмосковье-то вряд ли, конечно. Там, в Ярославщине. На улице ноль, обещали снег. Короче, все удовольствия. Ребята собираются. Ой, и мы собираемся. Чего с фокусами? Ну, это современные накаты, а нам чуть-чуть левее нужно будет уходить, смотреть. Ладно, буду что-нибудь интересное включать, показывать. Итак, рассказываю. Дорога, вот этот накат современный, видимо, совпадает со старой дорогой. Естественно, здесь мусорка вначале. У Сани первый сигнал какой-то. Сейчас посмотрим, что. Ее парасоты. Что ты? Сейчас посмотрим. Блин, а я не знаю, что это такое. Реально не знаю. Да фиг его знает. Какой-то монетка. Ладно. Так, еще вот первый такой интересный сигнальчик. Сейчас покажем. Пломбочка. Имперская. Наса. Прикольно с орлом. Что написано, непонятно. Я лопатой, конечно, жбанькнул. Короче, я в дискриме, когда в гробу еду. Такая помойка. Мокрый снег такой, периодически, капает. Что там, сын? Жбань. А у тебя? Нет, фигняка. Пипичка. Не знаю. Обломанная какая-то. Чего-то. Ладно. Так, итак, следующий сигнальчик. Пятачок времен Олимпиады. 80-го года. Подубитенький. Так, у Любы тут какой-то интересный. Ну, короче, вот направление ушло. Не там, где современный накат. Серебряный. А чуть-чуть в сторону. Чего? Серебряный. Крышка от медальона. Нижняя. Ох ты. Ох ты. Ох ты. Правда, пробу я не машину. Ну, это надо посмотреть. Да, похоже на серебро. А часть вторая где? Нету. Интересно. Да, может, ты его. Короче, нашли пистолетик. Что за пистолетик подсказывать? Интересно. Что-то таких не помню. Затворчик. Магазинчик вставлялся. Такая вот хренька. Так. У дяди Димы у нас сигнал. И, наконец-то, на свет показались цари. Отлично. Правильной дорогой идете, господа. Дорогой идете, товарищи? Да. Впереди лэпка. Да, но мы ее пересечем и пойдем дальше. Да, ладно. Нет, не пошире. И стынчик. И так. Хотя, да, это не алюминиевая бронза по звуку. Скорее всего, какой-нибудь рамочник или шитовик. Нет, это не рамочник. Это двушка. Но только поздняя. После 61-го. Да, да, да. Или поздняя. И не вижу. Может, в камеру видно будет. После 61-го. Копейка. Ой, господи-ка, она убита эта. Мать, дорогая. Раз. Я даже не знаю, какой год. Совет. Так, у нас сходняк. Терепики. У Сани у вас 2103. Клевая штука. Волжский что-то. Тронтонтон. Автозавод, понятно. Так, а у Лёвы у нас. Копеечка от 2004-го года. Убитая, нет, непонятно так. Нет, нормально. А какой ребрышка-то? Ребрышка-ребрышка. Ребрышка? Ребрышка. Они дешевле. Там до копейки. Копейка и двушка, это я так рассказываю. Копейка и двушка с гладким гуртом ценится больше. А трешка и пятак с ребристым гуртом ценится больше. Ну, это так, для информации. Застроительный завод. Ага. А такой будешь? Ну, видишь. Жалко, второй створк не нашел. Да, там что-то было, или фотографии, или что-то еще. Ну, туда обочину, да. Да, это образок. Нет, это не образок. Это, знаешь, семейные темы. Ты помнишь, были? Вот эти вот, они складываются туда, фотографии. Там бабуля с дедулей, там, кто-нибудь еще. Или влюбленная пара. Да, 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 да. Да, 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 да. В этой части леса, к сожалению, все избуровлено техникой. Но вот примерно, конечно, вот она совпадает сейчас вот с этим накатом. И Димыч бахнул кусок колокольчика с глубины вот такого. Так что, может быть, она и совпадает. Вот дорога идет. Сейчас поднял с нее конину. Там куда-то дорога. Там, да, как будто бы дорога. Есть, есть. И пожалки. На свест. На свест. На свест показался крест прикольный. Надо будет его аккуратненько потом помыть. Да. Где братва-то? Там где-то. А там? Что они там делают? Кабарю. Все побросали. Все свои дела важны. Что там ходит? Империя? Что? Имперская? Писмашка. Охренеть. 12-го года. 800. 900. Николаевская. Николаевская. Покажите. Ну все, зачет. Значит, тут она была? Тут, тут она. Ну, вот в крае дороги. Да хорошая. В крае дороги. Вот она где-то здесь и была. Там еще одна дорога. Всадничку видно. Перекресток мы уж нашли там примерный. Потому что повороты, там крест за поворотом, Димыч, бахает. А вот, Люка, смотри. Люка, у креста. Ну, креста. О, солиден. Солиден. Да и пятнашка так, как сохранит. Пятнашка хорошая. Люба отмыла крестик. Смотрите, какой красавец. Где стрелы-то? Вот он. Вверх. А, да. Хороший. Отлично. Ну, вообще не зря поехали. Получается. И еще раз бросили все свои дела. Еще серебро, говорят. Что-то, походу, кто-то тут что-то рассыпал. Опа. Так, пятнашка тоже? Да. Так. Димыч, ищи еще. Давай. Все, пятнашки. Есть? Ну, понятно. Кто-то закопал, что ли, опять? 1914. Ну, по-крусски. Э, вот тут вот, посмотри. Да здесь везде смотреть надо, на. Что-то мне туда есть. На блин. Ладно, если что-нибудь найдем, еще снимем. Очередной сигнальчик с прикольной, с этой дорожки. Ну, советик. Ух, теперь ушатанный. Поздний. Посмотрим. Ну-ка. Давай-ка. Плясать выходи. По хрену вы знаете. Непонятно. Дорога отсыпана. Слишком глубоко заходить не уверен. Короче, Димыч сегодня жжет. С 46-го года. Посмотрите, какая хрень прикольная. Сейчас. Вот так вот. 50 грошей, 25 копеек. Вообще зачетно. Этот чел совет. И пломбочка. Брр. Просто брр. Да. А ты сегодня что-нибудь хоть вынула? Да, будто бы он. Ну, ты сегодня что-нибудь. А, пусть ведь крестик. Вот, а где ты? Монета 25 копеек. 50 грошей. 1846 года. Русско-польская. Николай I. Монетный двор. Варшавский. Тираж. 561. 263 штуки. Металл. Серебро. 868-й тысячный проб. Масса. 5,19 грамм. Диаметр. 24,5 миллиметра. После разделов речи Посполитой между Австрией, Пруссией и Россией в 1772, 1793 и 1795 годах части польской территории последовательно входили в состав Российской империи. В 1815 году по решению Венского конгресса произошел последний раздел и Польша более чем на столетие перестала быть самостоятельным государством. Княжество Варшавское вошло в состав империи и вместе с аннексированными ранее польскими землями получило название Царство Польского. Чеканка новой монеты началась в Варшаве в 1816 году. В золоте чеканили 50 и 25 злотых, в серебре 10, 5, 2 и 1 злотый, в белоне 10 и 5 грошей, в меде 3 и 1 грошь, были использованы традиционные для Польши денежные единицы, злотый равнялся 30 грошам. На золотых и серебряных монетах был портрет Александра Первого. В 1818 году в золоте и серебре были отчеканены пробные монеты, не утвержденные из-за неудачного портрета Александра Первого, слишком малого. В начале все надписи делали на польском языке, польский одноглавый орел, в подчиненном положении, в щитке на груди двуглавого российского орла. В период с 1816 по 1820 год произошел переход от чеканки вне кольца, шнуровидный гурт, к чеканке в кольце, рубчатый или оформленный гладкий гурт. Часть монет изготавливали из металла польских рудников. Памятник этой чеканки декларативные надписи. За сребро краевего на 10 золотых веках 1820-1825 годов, из медзи краевой на грошах 1822-1825 годов и трех грошевиках 1826-1827 годов. С 1835 года были лишь билонные и медные монеты, без надписей на польском языке, кроме названия «денежные единицы», с московским гербом вместо польского. Попутно приучая польское население к российскому денежному счету, с 1832 года в Петербурге, а с 1834 года и в Варшаве стали чеканить золотые и серебряные монеты с двойным русским и польским обозначением достоинства. Монеты обращались по всей империи. Вот вам отсыпка. Она, конечно, какая-то странная, но чешуя покоцанная. На железном трактор разбирали. Где фокус-то? О, короче, шли-шли по дороге, вот такая полянка. С полянки Николашка появился, которого я, походу, еще и лопатой прислонил. Картер от какого-то трактора. Ну, понятно, что здесь съездили в советское время. Или от чего это картер, знающие люди, скажите. Здоровый! Сейчас покажу. Я думал, что конинки, но это ни хрена не конинки. Вот такие штучки попадаются. Что это такое? Кто-нибудь знает? Вот так вот. Друзья, да, вот вышли на такую опушку. А вот здесь, по ходу дела, и был старый лес. Только от нее ни фига не осталось. Какая-то хрень стоит. Прочитать не получится. Она в ту сторону ставить надо. Ну что, здесь включаемся, идем? Зачем? А может, что было на опушке? Ну, может, советское что-нибудь поднимем на этой опушке. А что пока вырубаться-то? А что нам? Димыч, уже не важно. Уже все, не успеем. Уже все пропало. Дорогу нам попасть. Попадем. Да попадем. Идем туда, потом налево. Короче, точно здесь стоял старый лес. Огромные пни. Вот это все покажу. Очень не самый большой. Весь целиком спиленный. По причине того, что он горел. К сожалению. Не могу понять, почему он перепаханный. Люди, скажите, кто это может выбирать свыть? Апни как? А запедай их убирать. Они между ними. Думаешь? А-а-а. Ухренеть. Ой. Червененький правится чуть-чуть. А куда их пихать? На суп пойдет. Выходит совсем. Ага. Обалдеть. Короче. Дорога в Сочи. Возвращаемся к машине. Больше ничего такого интересного не нашли. Ну, вон, Саня, конин надолбашил. Но уже темно. Все. Можно без глазанек остаться. Вот. Завершайку, наверное, тогда снимать не получится. Ни хрена. Попробую. Ну, фотки тогда, я думаю, что вы увидите. Увидели, точнее, уже того, что дядя Дим наковырял. Уставном. Вот. Где-то там машина вдалеке. А мы на этом с вами прощаемся. Всем пока в темноту.